МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном коротко прямо сейчас. Страшная трагедия в воскресенье произошла на территории Новосибирской области. Не менее страшная, потому что погибли люди, в том числе погибли дети. Огонь опять унес детские жизни. Следователям назвали причину страшного пожара в деревне Новорозино. Будет людям счастье, счастье на веках. Бывшая территория Министерства обороны превратилась в плацдарм борьбы за коммунальные услуги. Почему местные жители бодро выходят на уборку мусора, но боятся открывать кран с горячей водой? Кого-то тянет в горы. Это что-то такое тонкое, невоязвимое, несравнимое, уникальное ощущение. Полет. Люди веками стремились летать. Высший пилотаж в небе, что помогает пилотам и летчицам всегда быть на высоте. Новосибирская область дополнительно получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Глава региона Андрей Травников обратился к президенту страны с просьбой о выделении средств на решение первоочередных социальных задач. Среди которых реконструкция городской детской больницы скорой помощи и школы номер 51 в Новосибирске. Речь об этом шла в июле. Это единственное учебное заведение в микрорайоне Стрижи. Сейчас там учатся вдвое больше детей, чем положено по нормативам. Федеральная субсидия позволит сделать пристройку к зданию, а в больнице смогут отремонтировать кабинеты и закупить новое оборудование. Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона распорядился подготовить все необходимые документы. Виталий Юрьевич, попрошу в кратчайший срок подготовить необходимые документы, соглашения и прочие для того, чтобы эти средства до бюджета были доведены. Всех остальных коллег, руководителей сферы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, Министерства строительства, просьба подготовиться для быстрого начала работ на тех объектах, которые заявлялись в письме на президента страны. Срок в течение недели. Подготовить все необходимые материалы. Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве началось с минуты молчания. Страшная трагедия в воскресенье произошла на территории Новосибирской области. Не менее страшная, потому что погибли люди, в том числе погибли дети. В очередном пожаре в жилом доме, теперь уже на территории Купинского района. Сгорел дом в селе Новорозино. В огне погибли женщина и трое детей. Спастись из огня удалось только отцу семейства и старшему 15-летнему сыну. С сильными ожогами мужчину и подростка доставили в больницу. Предварительно установленная причина пожара – неисправность электропроводки. Очаг возгорания находился в веранде дома. Состояние электропроводки было неудовлетворительным. Многочисленные скрутки и спайки проводов. Различный материал электропроводки. Инструктаж по мерам пожарной безопасности проводился в июне текущего года. Сотрудниками Новониколаевского сельского совета. Квартира пожарными извещателями оборудования не была. Пострадавших будут размещены у родственников. Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Зеленая республика» вновь готов принять ребятишек. Напомню, учреждения временно закрыли из-за вспышки интервирусной инфекции. Как сообщили в правительстве региона, все необходимые дезинфекционные мероприятия провели. Роспотребнадзор в ближайшие дни проведет контрольное исследование. И 10 августа лагерь должен быть готов к началу новой смены. К другим темам. Территория военного санатория в Новосибирске стала плацдармом борьбы за управление бывшим имуществом Министерства обороны. Коммунальные сети не могут передать муниципальную собственность. И двор зарастает травой, дома плесенью. Жители греют воду, сами убирают лужайки. А теперь и с мусором вынуждены справляться с собственными силами. С подробностями Александр Попов. С января Нина Венедиктовна вместе с жителями соседних трехэтажек моется по походному. Ставит чайник, кастрюли и... Затыкаю я ванну. Вот у меня шампунь стоит тут. Вот затычка. Вот так наливаю пол ванны воды. Горячей вот. Наливаю. Стою. Моюся в этой ванне. Процесс трудоемкий и нескорый. Комиссия обнаружила четыре порыва на 150-метровом участке коммуникации. Ну самое тяжелое положение, что вместе тут же еще отопление проходит трубы. Трубам столько же, 69-го года. Удов стоит вот этим трубам 69-го года. Представляете, что случится? Как вот в Гвардейском, помните, была ситуация? Вот типа такого же может быть и вот в нашем городке тут. Управляющей компании, в собственности которой находился трубопровод, сейчас не существует. Идет процесс передачи бывшего имущества Министерства обороны в муниципальную собственность, которой может занять не один месяц. Территория военного санатория Ельцовка является бесхозной мэрией города Новосибирска. А платить мы платим. И за горячую воду платим, и за холодную. Жители в срочном порядке обивают пороги различных инстанций, собирают документы в надежде, что ремонт сделают до начала отопительного сезона. Вода, отсутствие дворников, плохая дорога. Последние недели к этому добавились проблемы с мусором. Организация, через которую оплачивали его вывоз, растворилась в воздухе. Через их счет мы оплачивали мусор, вывоз мусора. Ну, у них распалось, и нам нету... Через кого мы будем это оплачивать? Ни офиса, ни ответственных лиц уже нет. Однако контейнер в момент нашего визита чудесным образом был доставлен. Одну проблему удалось решить с помощью приезда нашей съемочной группы. Вот сегодня привезли контейнер, а завтра обещали вывезти весь мусор. В завтраке оптимисты военного санатория Ельцовка уже не верят. И боясь, что контейнер могут увезти пустым, тут же организовали субботник в лучших советских традициях. Будет людям счастье, счастье на веках! Александр Попов, Александр Егоров, Новости ОТС. Грандиозное авиашоу в Мочище не оставило равнодушным больших и маленьких ценителей крылатых машин. В этом году высший пилотаж демонстрировали и летчики-асы, и совсем юные девушки из пилотажной группы. Наш корреспондент Екатерина Широкова подробно о тех, чья работа быть на высоте. В небе над Мочище под классическую музыку крылатые машины исполняют мертвую петлю, перевороты и покачивают крыльями в сомкнутом строю. Дистанция между истребителями всего несколько метров. Тысячи человек приехали понаблюдать за захватывающим зрелищем. Для всех дарил жимоту радости, для того, чтобы люди посмотрели у нас в Новосибирске, в области, в округе. С Хабаровска приехали вчера, проезжал ночью, порядка 40 палаток стоит за пределами нашего аэродрома. У Виктора Васильевича 35 лет стажа в гражданской авиации. Пилот вышел на пенсию, но ежегодно ездит на фестиваль с внуком. Говорит, любовь к самолетам у мальчика с пеленок, не только к игрушечным, но и к настоящим. А мы каждый год приезжаем на Ашу. Он еще был маленький, это с 2001 года, по-моему, идет. Но вот он практически, сколько, 4 раз, 4 раз сегодня. Советский бомбардировщик ПО-2, а также пассажирский Дуглас, 1946 года стали гвоздем программы. Дуглас перелетел своим ходом через Атлантику. Пилотировал его руководитель группы Барсы. Да, комфортабельный самолет, но он всем нравится, и нам тоже нравится. И наша задача сейчас – это сохранить его как можно дольше, чтобы… Ну, он же с прошлого века, представляете. Снижание Игнатенко всего 20, но девушка виртуозно пилотирует легкий самолет. Говорит, пришла в малую авиацию 4 года назад. Случайно. Хотела попробовать себя в качестве пилота. Любовь к небу не позволила уйти в другую профессию. Дайвингистов тянет в воду, кого-то тянет в горы. Это что-то такое тонкое, неуязвимое, несравнимое, уникальное ощущение, полет. Люди веками стремились летать. Глава региона Андрей Травников отметил – сохранить традицию авиашоу в Новосибирской области необходимо. Такое событие, такой праздник можно было организовать только здесь, в Новосибирской области. Потому что мы не один раз говорили, особенность нашего региона – мы не сильны крупной промышленностью, мы не сильны полезными ископаемыми, мы сильны людьми, увлеченными, открытыми. Высший пилотаж показали несколько групп. Барсы на Як-52 за штурвалами девушки из Сургута. Соколы России на истребителях Су-35 и пилотажная группа «Русь». Также зрители увидели полеты на мото-парапланах, выступления парашютистов и авиамоделистов. Екатерина Широкова, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Вся семья занимается и сельским хозяйством, тут же и куры, тут же у нас и козы, тут же у нас и придут пряжу и, конечно же, угощения. Я даже не знаю, с чем сравнить, как по цементу примерно, по незастывшему. 9 сентября 2018 года состоятся досрочные выборы губернатора Новосибирской области. Определим будущее региона вместе. Важно мнение каждого. В Куйбышеве прошел необычный праздник. Местные жители на несколько часов очутились в купеческом центре Сибири, когда город назывался Каинском. Широкая ярмарка порадовала и посетителей. В 21 веке куйбышевским бизнесменам и производителям есть что предложить на рынке. Андрей Баев продолжит тему. Каинск исторический, именно так называется праздник, не день города Куйбышева, а Каинск исторический это традиционная ярмарка. И сегодня весь Куйбышев именно окунается в эпоху 19 века, 18, уже 296 лет назад. Именно вот так вот во дворе пряли пряжу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Валентина, расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Я так понимаю, что это семейное хозяйство у нас, подворье? Да, да, это подворье наше, Каинск исторический. Что делаете? Я приду в шерсть. Прямо по всем канонам, по всем традициям? Да, 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 по всем традициям. Мы сейчас с вами находимся на экспозиции, реставрации того времени. Называется это хозяйство подворье, семейное подворье. У нас такой вид хозяйства и сегодня есть. Вся семья, собственно, занимается и сельским хозяйством, тут же и куры, тут же у нас и козы, тут же у нас и придут пряжу. И, конечно же, угощение. Каинск исторический сегодня в Куйбышеве буквально везде. На улицах города люди в одежде той эпохи. Кто-то продает газеты, кто-то прогуливается в ожидании театральной постановки. Сегодня очень исторический. Сегодня, по-моему, весь город кипит. У нас в эту историю, в эту эпоху попали. Просто это здорово. Отличное настроение, прекрасный праздник. Погода сегодня нас радует. Так все организовано, все вообще просто замечательно. Гости праздника – глава региона Андрей Травников, председатель областного заксобрания Андрей Шемкиф, сенатор Владимир Лаптев. В центре Куйбышева исторические реконструкции и широкая ярмарка. Качественные, натуральные, абсолютно. Расширяются. Сколько вы сутки перерабатываете молока? Не знаю. До 20 тонн. Прилюшка? Несмотря на общегородской праздник, визит главы региона все-таки рабочий. Месяц назад Андрей Травников уже давал некоторые поручения по обращениям куйбышевцев. Например, люди жаловались на отсутствие автобусной остановки в микрорайоне Западный. Сегодня почти все готово. Здесь в составе проекта будет освещение. Недели через две опоры получим. Изготовить супчик. Удалось решить и один из важнейших вопросов не только для Куйбышева, но и соседних территорий. В школе номер три обновили тренажерный зал для детей с особенностями здоровья. Не только ремонт. Главное, приобрели специальные тренажеры для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Важное событие в развитии адаптивной физической культуры во всем районе. Следующий шаг – укрепить материальную базу всей третьей школы, чтобы увеличить возможность инклюзивного образования. По сути дела, сегодня сформировалась основная школа для образования и для развития детей с какими-то отклонениями здоровья. И они первый шаг сделали. Шаг не только в виде тренажерного зала, но и в развитии программ образовательных, реабилитационных для таких детишек. И, конечно же, в этой ситуации хочется помочь и поддерживать. Как отметил Андрей Травников, сегодня Куйбышев – хороший пример, где местная власть и жители не просто ждут, когда сверху будет принято решение о поддержке, а сами решают проблемы и реализуют проекты по развитию своей малой родины. Например, в планах уже через два года возвести в центре города исторический православный храм. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС Продолжаем выпуск. Юноши и девушки на тропе мужества. В одном из лагерей на берегу Обского моря открыли профильную смену. Школьники занимаются рукопашным боем, осваивают оружие и проходят испытания на выносливость, рассказывает Татьяна Зайцева. Посольника ручку прихватили одну, качельку качнули под локоточек, назад вывели, уронили, добили. Развести костер и сориентироваться в лесу, добыть питьевую воду и уметь обороняться без оружия. Это лишь некоторые испытания, которые проходят ребята на тропе мужества. От первоклассников до выпускников школ. В наставниках бывшие военные, прошедшие горячие точки. Пятый раз проводим, пятый раз участвую и пятый раз завидую детям, что они здесь, хотел бы на их месте. Потому что мы сейчас, к великому нашему счастью, имеем возможность и время провести то с нашими детьми, что бы хотели получить в своем детстве. Мы делимся с удовольствием своими навыками, своим жизненным опытом, чтобы им было легче жить. Некоторые ребята здесь уже не первый год. Александра Попова учится в Институте благородных девиц. Скромность и манеры истинной леди не мешают ей лучше всех мальчиков в команде метать ножи. Александра обожает рукопашный бой и может дать фору многим другим бойцам. Я даже не знаю, ну мне просто нравится, я даже не могу описать, ну как это, как бы, ну да, кайфу, можно так сказать. Многие приезжают сюда с целью получить опыт военно-полевых действий. Денис Араби точно знает, что хочет стать сотрудником ОМОНа Росгвардии. И тропа мужества для него самая настоящая практика, максимально приближенная к суровой военной реальности. Часовую стрелку направляем на солнце и делим угол между часовой стрелкой и часом напополам. Соответственно, там юг, там север, там восток, там запад. На сборах учат не только проходить тяжелые испытания, но и работать в команде. Ребята находят настоящих друзей, а наставники становятся для них примером для мужества. Тут все добрые люди, хорошие. И еще из-за информации и навыков, которые здесь можно получить. Как вам кажется, вы уже многому научились здесь? Ну, честно говоря, я думаю многому, но мне еще и расти, и расти. В этот раз в тропе мужества больше ста школьников. Учения продлятся две недели. Тропа мужества проходит в Новосибирске пятый год. Некоторые участники первых смен уже поступили в высшие военные учебные заведения. Мероприятие стало очень популярным среди молодежи, ведь оно позволяет ребятам проверить себя в настоящих, а не выдуманных условиях. И на деле ощутить, что такое победа над самим собой. Татьяна Зайцева, Борис Гладких, Новости ОТС. Алоха Сибирь. На пляже Новосибирского водохранилища прошел фестиваль в гавайском стиле «Электронный берег». Акватория пестрила, и не только алыми парусами ярких красок было море. Танцевальные батлы на песчаном пляже. Граффити. Соревнования скейтеров и роллеров. Особое внимание новосибирцев привлек Ньютоновский бассейн. По воде с крахмалом можно пробежать, как по суше. Однако стоит остановиться – утонешь. Я даже не знаю, с чем сравнить. Как по цементу примерно, по незастывшему. Пацанка Саша ходит под парусом регаты 7 лет. Несмотря на юный возраст, спортсмен занял первое место в борьбе за кубок губернатора. Бороться тяжело не было, но мне приятно. Как отметили организаторы фестиваля, устроить грандиозный праздник для нескольких тысяч гостей было непросто. Но прежде чем что-то делать, мы действительно взяли и посмотрели по миру, какие существуют большие фестивали, что есть такого интересного. И выяснили для себя, что такого масштабного пляжного фестиваля, который объединяет и спорт, и увлечение, и классную музыку, его просто в принципе нет. То есть есть большие музыкальные фестивали отдельно. Есть фестивали виндсерферов, яхтенные регаты, но которые не собирают много людей. Организаторы уверяют, такой фестиваль единственный в России, и в следующем году его хотят провести снова в Новосибирске. Константин Клещин, Екатерина Широкова, Александр Егоров, Новости ОТС. Они знают, что такое альтура, и легко могут приготовить афагата. Чемпионат среди бариста собрал лучших новосибирских специалистов по приготовлению кофе. Александра Полякова подышала ароматами, послушала мастеров и попробовала приготовленные напитки. 20 граммов зерен, 400 миллилитров воды, температура 95 градусов Цельсия. По-другому идеальную эфиопию не сварить, говорят бариста. Впервые в Новосибирске прошел кофейный чемпионат. Приехали 12 команд из 7 сибирских городов. Мы в течение года проводим этот чемпионат в разных регионах. Уже были отборочные в Сочи, в Москве, в Санкт-Петербурге. И здесь два дня проходит последний этап, в котором определятся все финалисты чемпионата, которые поедут в сентябре на выставку пир в Москве, чтобы побороться за право стать лучшей командой кофейни России. Разные компании демонстрируют новое оборудование, баристы готовят смузи и молочные коктейли, и, конечно, заваривают кофе для дегустации. Посетители могут попробовать американо не только из традиционной кофемашины, но и так называемую альтернативу – напитки, приготовленные с помощью кемикса, аэропресса и пыровера. Самое лучшее, что бесплатно дают попробовать кофе. А мы большие любители кофе, просто безумные, поэтому мы очень рады. Да, и вкусы, и ароматы совершенно разные. То есть, если дома ты можешь купить большую пачку только и узнать про именно конкретный вид кофе, и здесь ты можешь познакомиться с различными сортами, видами. Финал чемпионата пройдет в конце сентября в Москве. Там соберутся команды из 10 лучших кофеин России, в их числе две новосибирские, которые смогли безупречно справиться с презентацией и выполнить все задания. Мы должны за 10 минут приготовить три кофейных напитка. Также ладар и черный ящик. Черный ящик – это когда тебе выпадают пять различных ингредиентов, ты их не знаешь. Это разные категории – фрукты, ягоды, что-то сладкое или необычное, например, кокосовая вода. Также тебе может попасться специи и сладкий сироп. Черный ящик – обязательный этап чемпионата. Эта стадия требует от команд не только сплоченности, но и творческого подхода к миксологии. Победителям прошлого года попались сироп соленая карамель, малина, мандарин и розмарин. Основные критерии жюри – это идеальная пенка, сбалансированный вкус и эффектная подача. Но баристы признаются – главные в их работе. Это довольный гость. Александра Полякова, Александр Егоров. Новости ОТС. Новосибирского пловца Даниила Маркова включили в состав сборной России для участия в третьих юношеских Олимпийских играх. 18-летний спортсмен оказался в числе лучших благодаря успешному выступлению на первенстве Европы, где завоевал две золотых, одну бронзовую награду. Даниил – второй новосибирский пловец, который будет участвовать в юношеской Олимпиаде. В 2012 году Антон Лобанов стал победителем в эстафете и завоевал три серебряные медали. Подготовка к соревнованиям сборной уже началась. После тренировок в Киргизии пловцы примут участие в Кубке России, а затем продолжат сборы уже в Подмосковье. Юношеские Олимпийские игры пройдут в октябре в Буэнос-Айрес. А другие игры – всероссийские и сельские – уже завершились в Курске. Участники соревновались как в классических видах спорта – в волейболе или легкой атлетике, так и в необычных – косили на скорости и доили коров. В Курске работает наш специальный корреспондент Михаил Дорошенко. Он на связи со студией. Здравствуйте, Михаил. Как выступила команда нашей области? Екатерина, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала ОТС. Завершается соревнованием по канату 12-е сельские летние спортивные игры, которые проходят в Курской области. Сборная Новосибирской области вернется домой не без медалей. Команда завоевала первую медаль серебро в гиревом спорте. Это было два дня назад. Затем наши стритболисты заняли второе место. Представляли они Кочаневский район, проиграли Тамбову в финале, но серебро тоже у нас в кармане. Сегодня завершились соревнования по городочному спорту. Пятое место представители Сдвинского района заняли. Проиграли они во встрече за пятое место Краснодарскому краю. Если говорить про главные профильные результаты, то соревнования дояров завершились успешно для нашей сборной. Это серебро, а соревнования механизаторов бронзовая медаль. Вот такой вот итог сельских игр. Сегодня вечером еще скажут в общекомандном зачете, какое место из 68 регионов Новосибирская область заняла. Ну а команда уже завтра отправляется в Новосибирске 8-го числа, прилетит домой. Катя. Спасибо, Михаил Дорошенко из Курска с финала Всероссийских сельских игр. Такой была информационная картина дня 6 августа. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Новости Новосибирской области на сайте вн.ру Новости Новосибирске Новости Новосибирске Здравствуйте. 7 августа по прогнозу западно-сибирского метеоагентства Новосибирские осадки не ожидается. Ветер северо-восточный 27 метров в секунду, влажность 57%. Температура ночи плюс 5-7, днем плюс 21-23. Последующие двое суток без осадков. Температура воздуха в среду днем плюс 21-23, четверг плюс 26-28. На этом о погоде все. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok